Всем приветики! Меня зовут Кафарина Анна и ты на моем канале YouTube. Сегодня хочу поделиться насущным. Я так еще провела небольшой соцопрос среди своих знакомых и выяснила, что не только лишь у меня эта проблема. В общем, рассказываю. С недавних пор недели две у меня дома просто нашествие, адское нашествие тараканов. То есть это не так, что я отловила какую-то мерзкую рыжую тварь, прибила ее и все хорошо. Нет, я в день штук по 6 отлавливаю, убиваю, причем они разного размера и большие, и маленькие. И вчера я увидела даже каких-то маленьких тварей, которые такие полосатые, черные, с какими-то светлыми полосочками. В общем, я на прошлой неделе всю квартиру, окна, двери, все в кухне, в ванной с туалетом, в сантехническом шкафу, все промазала гелем от этих уродов. Дополнительно в пятницу, перед тем, как поехала за город, я запшикала все, что могла дихлофосом. Вонь была такая, что я вот просто вот так вот с маской запшикивала все. Потом быстренько-быстренько убежала из дома, вот. Но приехав домой спустя там выходные, я обнаружила просто по всей квартире трупики лежащие. И такие некоторые товарищи, эти рыжие стасики, они просто так медленно передвигались. Я их добила, все собрала, все их запылесосила, все убрала. Но это не помогло, то есть уже третья неделя, когда у меня эти твари бегают по дому. Видимо, они как-то через вентиляцию добираются ко мне. Я не понимаю, как это происходит, потому что у меня вот вентиляция, короб идет прям к вытяжке. И им неоткуда взяться. Когда я делала ремонт, все щели дома я, ну, рабочие не я, промазали так, чтобы не было входа через эти щели из подъезда в квартиру. Но это не помогает. Я прям, правда, не понимаю, откуда они бегут. Единственная вот мысль, что через вентиляцию, потому что других путей нет. В прошлом году, кстати, примерно в это же время тоже было нашествие тараканов, тоже было жарко. И я поняла, я как-то увидела, у меня просто стресс случился. Эти говнюки бежали по фасаду дома. То есть у меня на шестом этаже есть сосед-помоечник, у которого хобби, значит, он на мусорках собирает старую бытовую технику, которую люди выкинули, тащит это все говно домой, что-то там с нею чинят, каким-то образом ее реанимируют и продает на авито. И фишка-то в том, что люди выкидывают бытовую технику на помойку, которая грязная. Они, естественно, ее предварительно никаким образом не чистят. Это все сальное. С помойки он тащит, значит, этих тараканов, видимо, с гнездами. В общем, вся эта красота у него дома. И эти неблагополучные соседи, они, значит, взяли, как-то затопили нас. Я живу на четвертом этаже, между нами еще один этаж есть. И сосед с пятого этажа, вот чаще всех, как он говорит, раз в месяц примерно его затапливают. Но он практически всегда дома работает на удаленке. И поэтому не беспокоят его эти рыжие твари. Ой, фу, я уже заговариваюсь, у меня уже все плохо от нервов. В общем, не беспокоят меня заливы, потому что он как прокладка выступает. Так вот, однажды соседа не было с пятого этажа. И ко мне протекла вода. Я побежала сначала к нему с тазиком, с губкой, думаю, ну, надо там все это собирать, чтобы дальше ко мне не текло. Он говорит, слушайте, это не ко мне. Он кричал, у меня уже шестого этажа. Я, говорит, пытаюсь пробиться на шестой этаж и как-то попасть в квартиру к соседям выше, которые топят. И я думаю, ну, окей, я сейчас к ним тоже бегу. Я еще не знала, чем промышляет этот мой прекрасный сосед. Так вот, когда мы открыли дверь, я даже не смогла зайти в квартиру, потому что там был рой мух и тараканы были повсюду. То есть буквально там нескольких секунд на входе мне хватило, чтобы я поняла, что я не могу даже зайти в эту квартиру, чтобы как-то спасти себя от затопа, поскольку там просто выводок тараканов. И я несколько раз в прошлом году вызывала санэпидемстанцию, просила потравить и у этого дядьки дома. Но они сказали, что, к сожалению, их юрисдикция только в подъезде. И, в общем, в квартиры они не заходят, в квартиры нужно вызывать отдельно. А этот мой чудесный сосед, он немного не в себе, он агрессивный. Как-то я выходила вечером из подъезда, у него, видимо, нет ключей. И он, значит, положил резиновый коврик на входе к подъезду, чтобы дверь не закрывалась. А я выхожу, и я этот коврик убрала, потому что я страшно не люблю, когда дверь открыта, потому что думаю, на кой черт вообще тогда нужны все эти домофоны и все эти девайсы, если дверь нараспашку. Так вот, он оказался, сидел где-то недалеко от подъезда на лавочке, все это увидел, начал мне кричать, и потом подбегает, и чуть ли не со мной в драку не полез. Я быстренько-быстренько оттуда свинтила и убежала, но ситуация такая неприятная. И, в общем, сосед с пятого этажа этого, с шестого помощника подавал на него и в суд, и уже, как он говорит, там пять, что ли, судов он выиграл. Но с этим дядькой ничего нельзя сделать, потому что у него мало того, что он, ну, как бы загрязняет весь подъезд, и от него ко всем соседям бегут тараканы, так он еще не платит коммуналку за квартиру, совсем не платит, и даже государство с ним ничего не может сделать. Я выяснила как-то, что есть такой закон, что если человек не платит коммунальные вот эти вот все платежи, по закону его должны выселить из квартиры, вычесть из денег, которые были получены за квартиру, все долги, и дать ему какое-то жилье меньшего по размеру. Но проблема в том, что у этого товарища, у него лежачая больная слепая мать, которая там живет, прописана, и он сам. И когда вот такая ситуация, в общем, этот закон не действует, потому что это единственное жилье, и фактически с этим человеком ничего сделать нельзя, поэтому я застраховала там свою квартиру от действий со стороны, и вот каждый год приходится бороться с таракановыми, но каждый год у меня прям, правда, серьезный стресс по этому поводу, и я не знаю, что делать, прям, прям это какой-то кошмар, поэтому если у вас у кого-то, ну, были подобные ситуации, пожалуйста, я очень прошу, поделитесь со мной, что вы делали, и особенно какие-то средства от тараканов, потому что, ну, вот ловушки, кругляши вот эти не действуют вообще, то есть тараканы, видимо, жрут, наслаждаются, и дальше все прекрасно существуют, гель и дихлофос, ну, помогают, но как-то слабенько, вот, хотелось бы, конечно, какое-то, блин, адовое средство, и чтобы оно помогло, потому что, ну, вот, у меня эти твари бегают по кухне, они пробираются, я даже не знаю, они пробираются во все ящики, то есть у меня ящик со столовыми приборами, я уже оттуда просто вытащила все приборы, и у меня все хранится в посудомойке, потому что шкафы, они туда как-то вот проникают, и посудомойка единственное место, в котором можно хранить посуду, вот, так что я мою все это постоянно там на максимальной температуре, только потом ем, потом опять мою, в общем, я енот-полоскун, так что буду вам мега признательна, если поможете советом, как справиться, ну, в первую очередь, конечно, с тараканами, и во вторую очередь, если есть какие-то идеи, мысли, или вдруг был прецедент, как справляться с такими неадекватными помощниками, соседями, буду тоже очень благодарна, это мне очень поможет. Ну, а с вами сегодня была Анна Кафырина, всем хорошего дня, отсутствие тараканов, пока-пока!